Привет, друзья! Меня зовут Антон и я рад видеть вас на канале MyGadget. Чтобы вам было проще определиться с выбором ноутбука для работы, я составил рейтинг лучших моделей по мнению покупателей, которые будут актуальны в 2021 году. Он разделен на категории в зависимости от типа моделей и задач. Новый ноутбук может быть хорошим подарком на будущие праздники, а также пригодится в учебе и работе. Ну а перед тем, как перейти непосредственно к рейтингу, друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Погнали! И открывает наш рейтинг Lenovo Yoga Slim со средней ценой 67 тысяч рублей. Это хороший ноутбук, который предназначен в первую очередь для решения рабочих задач. Его возможностей также хватит, чтобы поиграть в игры на низких настройках. Данный ноутбук отлично подойдет тем, кто ищет устройство для повседневной работы и учебы. Пройдемся по техническим характеристикам. Экран устройства 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 и IPS-матрицей. В нем установлен SSD-накопитель с объемом до 1 терабайта. Процессор i5 на 4 ядра. Видеокарта Intel Iris Plus Graphics с 4 гигабайтами видеопамяти GDDR5. Размер оперативной памяти 8 гигабайт, а емкость аккумулятора 70 Вт-часов. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы. Он компактный, качественная клавиатура, производительный и хороший экран. Ну а минусы. Хрупкая крышка и он может нагреваться при работе. Следующая модель Lenovo Adiapad Gaming. Его средняя цена 70 тысяч рублей. Это хороший игровой ноутбук за среднюю цену в этом сегменте. Но он подойдет и для работы. В этой модели сделан упор на производительность. При этом она достаточно компактная и выглядит более строго, чем другие игровые ноутбуки. Он имеет строгий и сдержанный дизайн. Данный ноутбук отлично подойдет тем, кто ищет производительную машину для игр и профессиональных рабочих задач. Технические характеристики. Экран устройства 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 и IPS-матрицей. В нем установлен SSD-накопитель с объемом 512 гигабайт и жесткий диск на 1 терабайт. Процессор у него i5 на 6 ядер видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 с 4 гигабайтами видеопамяти GDDR6. Размер оперативной памяти 4 гигабайта или 16 гигабайт в зависимости от конфигурации. Емкость аккумулятора у него 45 ватт-часов. Переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Он очень компактен, высокий уровень автономности, удобное расположение портов и отличная производительность. Ну а минусы его сложно разбирать и у него низкое качество звука. Следующая модель в нашем рейтинге Xiaomi Mi Notebook Pro со средней ценой 85 тысяч рублей. Это ноутбук от знаменитого китайского производителя недорогой и качественной электроники. В этой модели сделан упор на производительность, при этом она достаточно компактная и выглядит более строго, чем другие игровые ноутбуки. К игровому сегменту она не относится, но производительности хватит даже на требовательные игры. В целом он отлично подойдет как для работы в тяжелых профессиональных программах, так и для игр или учебы. По техническим характеристикам экран у этого ноутбука 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 и IPS-матрицей. В нем установлен SSD-накопитель с объемом до 1 терабайта. Процессор у него i7 на 4 ядра. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 гигабайтами видеопамяти GDDR5. Размер оперативной памяти у него 16 гигабайт. Емкость аккумулятора 60 ватт-часов, чего должно хватить примерно на 9 часов автономной работы по заявлению производителя. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы. Он почти бесшумен даже при высоких нагрузках. У него высокий уровень автономности, хорошее соотношение цена-качество и отличная производительность. Но минусы. При высоких нагрузках он ощутимо нагревается и у него распаянная ОЗУ. Следующая модель в нашем рейтинге – Apple MacBook Pro 13 со средней ценой 115 тысяч рублей. Ноутбуки от Apple марки Pro отличаются более производительным железом и используются для работы в профессиональном ПО. MacBook Pro вполне производителен, автономен и при этом компактен. От ноутбуков других производителей он отличается собственной операционной системой, полностью оптимизированной для работы с имеющимся железом. Благодаря этому даже при скромных характеристиках он способен выдавать такое же качество работы, как и Windows ноутбук с более внушительными характеристиками. Данный ноутбук отлично подойдет тем, кто ищет премиальное и удобное в использовании решение для повседневной работы учебы. Экран у него 13 дюймов с разрешением 2560 на 1440 точек и IPS-матрицей. В нем используется только SSD-накопитель с объемом до 2 ТБ. Процессор у него Apple M1 на 8 ядер, видеокарта Apple Graphics 8 Core. Размер оперативной памяти 16 ГБ, а емкость аккумулятора 58,2 Вт-часов, чего должно хватить примерно на 20 часов автономной работы по заявлению Apple. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы. Он очень компактен, у него высокий уровень автономности, один из лучших экранов на рынке и отличная производительность. Но минусы – мало интерфейсов подключения и завышенная цена. Следующая модель в нашем рейтинге – Xiaomi Redmi Book 14 Ryzen Edition со средней ценой 53 тысячи рублей. Это компактный, но производительный ноутбук от знаменитого китайского производителя недорогое качественной электроники. В этой модели сделан упор на мобильность, при этом она нормально справляется с играми на низких настройках и рабочими задачами. В целом, этот ноутбук отлично подойдет как для работы в тяжелых профессиональных программах, так и для игр или учебы. По техническим характеристикам экран у него 14,1 дюймов с разрешением 1920х1080 и IPS-матрицей. В нем используется только SSD-накопитель с объемом 512 ГБ. Процессор у него Ryzen 7 на 6 ядер, видеокарта AMD Radeon RX-VG7. Размер оперативной памяти 8 ГБ, а емкость аккумулятора 40 Вт-часов. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы – он практически не нагревается, компактен и у него отличная производительность. Но минусы – сильно шумит вентилятор и у него нет веб-камеры. Следующая модель в нашем лейтинге – Huawei MateBook D15 со средней стоимостью в 55 тысяч рублей. Это компактный ноутбук из средней ценовой категории для решения повседневных задач. Мощностей железа хватает для работы в некотором профессиональном ПО и игр на низких средних настройках. Данный ноутбук отлично подойдет пользователям, которым требуется плотно работать с профессиональным ПО, особенно графическими редакторами. Экран у него 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 ТН-матрицей. В нем используется SSD-накопитель с объемом до 512 ГБ. Также в нем установлен процессор i5 на 4 ядра и видеокарта AMD Radeon Vega 10. Размер оперативной памяти устройства 8 ГБ, а емкость аккумулятора 56 Вт-часов. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы – он очень компактен, у него высокий уровень автономности и отличный яркий экран. Но минусы – неудобное расположение веб-камеры. Следующая модель в нашем рейтинге – Dell Inspiron 3593 со средней ценой 44 тысячи рублей. Это хороший недорогой ноутбук от проверенного производителя. Данная модель предназначена для выполнения рабочих и учебных задач. Ее производительности хватит на работу в профессиональных программах с некоторыми ограничениями и на игры на минимальных настройках. Он подойдет тем, кто ищет ноутбук для работы и учебы, но не готов переплачивать за производительность или бренд. По техническим характеристикам у него экран 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 и ТН-матрицей. В нем используется только SSD-накопитель с объемом 256 ГБ или один жесткий диск с объемом до 1 ТБ, в зависимости от выбранной конфигурации. Процессор в нем i3 на 4 ядра, видеокарта AMD RADON 520 с 2 ГБ видеопамяти. Размер оперативной памяти 8 ГБ, а емкость аккумулятора 42 Вт-часа. Переходим к плюсам и минусам этой модели. Плюсы – слабо нагревается даже при нагрузках, есть возможность для апгрейда и неплохая производительность для такой цены. Ну а минусы – марки и корпус. Следующая модель – Apple MacBook Air 13 со средней стоимостью 100 тысяч рублей. Ноутбуки от Apple Narki Air отличаются высоким уровнем автономности, а также компактными габаритами. Они часто используются студентами в качестве устройства для учебы. MacBook Air 13 вполне производителен, автономен и при этом очень компактен. От ноутбуков других производителей отличается собственной операционной системой, полностью оптимизированной для работы с имеющимся железом. Благодаря этому даже при скромных характеристиках он способен выдавать такое же качество работы, как и Windows ноутбук с более внушительными характеристиками. Данный ноутбук отлично подойдет тем, кто ищет премиальное и удобное в использовании решение для повседневной работы и учебы. Экран у него 13 дюймов с разрешением 2560 на 1400 точек и IPS-матрицей. В нем используется только SSD-накопитель с объемом от 256 гигабайт. Процессор у него Apple M1 на 8 ядер, видеокарта Apple Graphics 7 Core. Размер оперативной памяти 8 гигабайт, а емкость аккумулятора 49,9 Вт-часов, чего должно хватить примерно на 18 часов автономной работы по заявлению Apple. Переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Он очень компактен, у него высокий уровень автономности и один из лучших экранов на рынке, а также отличная производительность. Ну а минусы? Мало интерфейсов, подключение и завышенная цена. Следующая модель Dell Vostra 5490 со средней стоимостью 57 тысяч рублей. Это хороший ноутбук от проверенного производителя по цене немного выше средней. Данная модель предназначена для выполнения самых разных задач. Ее производительности хватит и на игры, правда на средне-низких настройках графики. Он подойдет для работы и учебы, в том числе в сложном профессиональном ПО. Экран у него 14,1 дюймов с разрешением 1920х1080 и IPS-матрицей. В нем используется только SSD-накопитель с объемом 512 ГБ, процессорой 5х4 ядра и видеокарта Intel Ultra HD Graphics с 2 ГБ видеопамяти. Размер оперативной памяти 8 ГБ, а емкость аккумулятора 42 Вт-часа. Переходим к плюсовым минусам этой модели. Плюсы. Есть много разных интерфейсов, слабо нагревается даже при нагрузках, есть возможность для апгрейда и веб-камера закрыта специальной шторкой. Ну а минусы? Сильно шумит вентилятор. Ну и первое место в нашем рейтинге занимает Asus M570 со средней стоимостью 55 тысяч рублей. Это ноутбук из средней ценовой категории для решения повседневных задач. Мощностей железа вам хватит для работы в некотором профессиональном ПО и игр на низких и средних настройках. Данный ноутбук отлично подойдет студентам, которым требуется плотно работать с профессиональными программами. Экран устройства 15,6 дюймов с разрешением 1920х1080 и ТН-матрицей. В нем используется SSD-накопитель с объемом 256 ГБ и жесткий диск на 1 ТБ. Процессор у него Ryzen 5 на 4 ядра, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Размер оперативной памяти 6 ГБ, а емкость аккумулятора 48 Вт-часов. Переходим к плюсам и минусам. Плюсы. Он очень компактен, в нем производительное железо, высокий уровень автономности и хороший звук. Но минусы могут появиться засветы на матрице. Ну а на этом все, друзья. Делитесь в комментариях своими идеями для будущих обзоров и рейтингов. Также не забудьте поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями, если оно показалось вам полезным. Ну и не забывайте про подписку на канал и колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Большое спасибо вам за просмотр и до новых встреч! До новых встреч!